Добрый день и добро пожаловать на Дугас КПТВ. У нас в гостях сегодня технический аналитик Бруно Эстия. Добро пожаловать, Бруно. Доброе утро, Алекс. Для начала давайте поговорим о ценовой динамике рынка нефти. В прошлом месяце одним из самых важных событий было падение цен на нефть. Не могли бы вы нам немного об этом рассказать с технической точки зрения? Для этого я хочу вам предложить посмотреть на график в перспективе с 1985 года по 2015 год. Мы проанализируем 30 лет рынка. Перед вами представлен квартальный график. Что мы видим? Синяя линия начала расти, начиная с 1988 года и по 2009 год. На прошлой неделе эта синяя линия достигла уровня 63. Она может предоставить некоторую поддержку в дальнейшем. Как нам узнать, завершилось ли снижение? Как правило, давать такие прогнозы крайне сложно. Но у нас есть графики, которые могут нам помочь, где мы видим некоторые уровни поддержки. Первый уровень поддержки – это восходящий долгосрочный тренд. Второй уровень поддержки мы зафиксировали не так давно, в 2009 году. Это уровень поддержки, который находится в отметке 63 доллара. На нижней части панели графика мы видим стахастический осциллятор, импульсивный осциллятор. В течение довольно длительного времени мы наблюдали его снижение. Возможно, есть также еще какие-то другие сигналы? Да, к счастью, у нас есть и другие сигналы. Как нам известно, рынок нефти имеет непосредственное влияние на некоторые акции. В основном это касается подсектора энергоресурсов. На верхней части графика мы видим индекс относительно силы сектора энергоресурсов в отношении к индексу S&P 500. На протяжении какого-то времени, вплоть до декабря, мы наблюдали снижение оранжевой пунктирной линии. К тому же, что касается ценового действия, на прошлой неделе мы увидели несколько значительных движений рынка. В основном это касается того, что был протестирован октябрьский минимум, который находится на уровне 77,50. Мы увидели снижение до уровня 78. Возможно, в дальнейшем мы увидим полное изменение тренда, потому что мы видим здесь белый подсвечник. Соответственно, мы можем рассчитывать на восстановление рынка, и для нас не будет большим удивлением, если цена на нефть прекратит свое падение и возьмет паузу на какое-то время. Низкая цена на нефть в какой-то степени благоприятно влияет на некоторые рынки акций. Кто еще на этом может выиграть? Такая нисходящая ценовая динамика рынка нефти непосредственно позитивно влияет на рынок Азии. К примеру, это касается Японии, которая импортирует довольно большое количество нефти. Соответственно, низкие цены на нефть сильно воздействуют на их фондовый рынок. В течение нескольких месяцев мы отметили, что индекс относительно силы Никеи вырос против индекса S&P 500. Мы это можем увидеть по движению вот этой пунктирной линии. В основном такая растущая динамика была обусловлена снижением валютного курса японской иены. В результате мы увидели довольно сильный рост до уровня 17,500. Возможное снижение цен на нефть послужило неким дополнительным импульсом к подъему. Недавно мы отметили, как был пробит уровень сопротивления 17,500. Сейчас мы видим движение по направлению к нашему следующему целевому показателю, который находится на уровне 18,200. Что же касается других развивающихся рынков, мы можем посмотреть на график индикатора относительно силы рынка Индии по отношению к индексу S&P 500, а также к другим развивающимся рынкам. Этот индикатор идет на повышение. Мы это можем увидеть, посмотрев на пунктирную линию, которая значительно повысилась. Я бы сказала, что на рынке Индии мы наблюдаем стабильный и уверенный бычий тренд. К примеру, возьмем рынок Китая. Мы не видим здесь большого влияния падения цен на нефть на этот рынок, потому что мы видим, что данный рынок зачастую торгуется в диапазоне ITF. Но данный рынок показывает нам довольно высокие минимальные и максимальные показатели. Соответственно, мы можем ожидать на то, что, как и в октябре, мы вновь увидим очередное повышение до уровня 42,50. Каким образом вся эта ситуация влияет на европейский рынок? Что касается европейского рынка, в течение последних трех недель мы отметили довольно небольшие изменения на этом рынке с технической точки зрения. В средней части нашего графика мы видим индикатор относительной силы Евростокс-50 по отношению к индексу СМП-500. После длительного медвежьего тренда мы увидели довольно резкое и значительное восстановление. Мы отметили подъем выше 40 дней на скользящей средней. Была также пробита линия Боллиндера, что говорит нам о высоком уровне волатильности. Следовательно, мы можем рассчитывать на устойчивый восходящий тренд в дальнейшем. На недельном графике Евростокс-50 мы пока не видим нового максимума. В отличие от графика Евростокс-50 против индекса СМП-500, где мы уже достигли нового максимального уровня, мы наблюдаем движение по направлению к максимальному уровню сентября. Возможно, в дальнейшем мы видим рост до уровня 3,300. Это может произойти как в течение следующих нескольких недель, так и уже в следующем году. Можем ли мы рассчитывать на бычий тренд на этом рынке на фоне подъема экономики США? Вполне возможно. Давайте посмотрим на дневной график. Начиная с 16 октября, индекс СМП-500 шел на повышение, без особого колебания. Не было никаких пуллбеков. Также на протяжении этого движения мы практически не наблюдали черных подсвечников. В этом месте мы отметили некоторое замедление тренда. Возможно, это было связано с внутренними факторами воздействия. Акции на энергоресурсы снизились. Другие же акции выросли в цене. Например, это касается промышленных и дискрепционных акций. То, что мы здесь видим, я бы назвал небольшой коррекцией. Между уровнями 20.75 по индексу СМП-500, это уровень сопротивления, и между уровнями 20.40. Я не думаю, что в дальнейшем мы увидим какой-то большой пуллбек по индексу СМП-500. Данный индекс будет дальше лидировать. Мы можем вполне спокойно наслаждаться прекрасными рождественскими праздниками. Отлично. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Спасибо за ваш технический анализ. Всегда пожалуйста. В следующий раз мы встретимся с Буроной СТ уже в январе. Оставайтесь в Дугасской ПСВ и вы ничего не пропустите. До свидания.